здравствуй дорогой зритель рад приветствовать тебя по себе на канале и у нас сегодня восьмой эпизод прохождения игры никто не хочет умирать она же nobody wants to die ты знаешь я прям впечатлился в предыдущем эпизодом ты если не смотрел обязательно посмотри там прям детектив там прям элита там элитарный выпуск но нас впереди ждет встреча с потенциальным убийцам и кукловодом и давайте не будем затягивать и полетели в сюжет что же нас ждет как я мог на это повестись нет никогда не круто за у тебя идиот все это утверждает обратно несут херню запомни манхэттен остров свобода я представлял где она жила но не представлял как она сына хотела сказать что она находится за чертой бедности но я сам пересек это чертой уже давно за я должен найти ее где может жить сара интересно на что уходят мои налоги у них есть бар сосредоточиться джеймс царе нужно электричество и немало эти трансформаторы похожи на новые осмотрим дотянутся кабели эти кабели тянутся от трансформатора где же ты сара украинский не похожи что-то что-то ночью носить проклятие я даже отсюда чувствую смысл радость по счетам с как ты здесь живешь электрический ток питает антеннам похоже она уж полная рабочая миссия сарянсона как-то поддерживать связь в сфер на посаде поближе что ж зато она не бросила свой народ она единственная куда тянутся кабели антенны использует рентген и просто будем ставить и 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 Девушки отдыхают... Что это за место? Что это за место? Твою мать! Твою мать! Победа с дверью... Звучит музыка... Офигеть... Вдох... Прой... 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 Так, хорошо, а там внизу тогда чё? Кто бы сомневался, что сейчас свет в морду будет лупить. А, на датчик приближения или датчик объёма. Не-не-не, вот он, щас, пздынь и включится. Ну да, вот датчик стоит, по нему оно всё это дело включается. Думал я буду лёгкой добычей. Полиция, не стреляйте, пусть и дружи. Ну конечно, дальше мы будем жить долго и счастливо. Чё ты добиваешься, чтобы ты поняла, что совершаешь большую ошибку? Что ты с ней сделал? Отвечай! Бросай оружие и выходи. Считай до трёх. Один. Давай разберёмся один на один. Джеймс, Джеймс, ты меня слышишь? Какого хрена? Ладно, ладно, не заводись, это я, Сара, всё в порядке. Расслабься. Сара, выглядишь хреново. На себя посмотри, тебе крупно повезло, что я промахнулась. Думала ко мне залез какой-то торчок. Я почти закончила. А можно побыстрее почти заканчивать? Как ты меня нашёл? Забыла, что я детектив? Не думала, что кто-то вообще станет меня искать. Ух! Ох! Не шевелись. Зачем ты сюда явился? Когда пропала связь, я подумал, он тебя поймал. И поэтому ты орвался сюда, как псих, из-за которого кого-то предчувствует. Это было непросто предчувствие. Поясняй. У меня тоже есть вопросы. Точнее, один. Ты должна быть в своей первой оболочке. Удобной и практичной. Во что ты ввязалась? Ты еще и куришь? Кто-то связался с хреновой компанией. Это тело, наверное, уже полвека на никотине. Оно умрет раньше, чем я привыкнул. Тебе же тридцать. Двадцать девять, ой, прошу прощения. Моя семья думает, я уехал. Я достал лучший синтезатор, оборудование для удаленной работы. Мне не надо было даже никому ничего объяснять, а потом завесать чертом Джеймс Карра и все испортил. Все. Все. Я умею. Так, а что ты ввязалась? Долгая история и запутанная. Хорошо, что эксперт по запутанным историям. Черт. Я не хотела, но у меня не было выбора. Я сделала кое-что не вполне законное. Но иначе... Ты говори уже. Ладно. Хочешь, получай. Я сделала свое тело в аренду на черном рынке. Сара, какой у тебя был мотив? Мотив? Серьезно? Я не осуждаю. Я просто... Что это, допрос? Да пошел ты. Старый. Манхэттен. Остров свободен. Что это за фигурки? Ух... Воспоминания. Я читала, что после трансплантации Харита, особенно нелегальной, часть может исчезнуть. Это самое ценное. Одна же ночью, когда лил кислотный дождь, мы с Тейлор спрятались наверху у входа. В то время там была дара меньше метра и стена обломков людей. Вместо того, чтобы сидеть на морозе и стучать зубами, как все нормальные люди, Тейлор достала фонарик. И потом, в кучу обломков, что-то сверкнуло. И мы начали копать. Копали. Пока не нашли маленькую статуэтку статуи свободы. Побитую. Ну, вроде как ценную. И тут же ее продали и вернулись в надежде найти что-то еще. Что такое Тейлор? Величайшее сокровище на этой свалке. Мы узнали, что раньше здесь был музей. И стали копать дальше. День за днем стерли руки в кровь и продолжали копать дальше. Обычно люди приняли бы это за же отчаяние. Но для Тейлора это было приключение. Долбанная охота за сокровища. Мы клеили, чинили и продавали все, что находили. Откопали это место. Можешь поверить? Барочка малолетних археологов и струщок. Много времени на нее нашло. Почти пять лет. Но мы этим не... Мы были нищим и жили в грязи. Мы чувствовали себя богачками. По крайней мере, пока Тейлор меня не обмануло. Восемь лет назад. Близ-минус пара дней. Это твоя сестра? Нет. Мы любили друг друга. Я точно помню, когда она произошла. Потому что мне тогда испался 21 год. Первая подписка. А Тейлор оплатила ее. Сделала это за моей спиной. Разве это плохо? Я что-то не лавлю. Через месяц. Срок ее подписки окончился. Мы были на мели. Некому было ей помочь. Она оказалась в банке. Тело ушло с аукциона. Поэтому я должна ее вытащить. Любой ценой. Ты у нас детектив? Да? Теперь ты знаешь, какой у меня мотив. У меня есть амброзия с октановым числом повыше? Я найду нам что-нибудь. Или ты можешь также помочь себе. У меня есть амброзия в спальне. Нет. Только да. Я не potrzebю. Ну в общем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я на этом не зацикливаюсь... Не есть над чем... Поломать голову... Одна комната... Спальня отлично защищена... Это торчобы... Но мне же надо иногда спать... Ее можно вскрыть, если приложить усилия... Но мне хватит времени, чтобы проснуться и подготовиться... Ты любишь смотреть в ее сторону? Нет... А о чем ты? Ну они бы тебе понравились... Думаю, ты нашла бы много общего с их героями... Как девочка из трущоб попала в полицию? Ты, может, и попал... А мне пришлось впахивать... Возвещайся твоим упорством... Тебе, наверное, было нелегко... Удачное совпадение... У меня была бессонница... И я ненавидел тратить в пустую... Наверно, поэтому мне удалось сдать все экзамены... Наш департант пришел за Тейлор... Тогда почему? Почему я пошел к тебе? Может, хотела взять все под контроль в каком-то смысле... Я решила, что больше никогда не буду такой беспомощной... Я просто координатор... Но мне известно, когда и куда они набираются... Я не знаю, кто это был... Кто из наших пришел за Тейлор? Было сложно удержаться и не выяснить... Хочешь отомстить... Это был обычный рядовой сотрудник... Чтобы восстановить справедливость... Мне пришлось бы отомстить всей этой долбанной прогнившей системе... Как будто это возможно... Что если это было? Подождите... Что это такое? Что это такое? Что это такое? Ты меня обвиняешь? Просто интересно... Что мы пьем? Ты экспертант... Сидите и сделайте тост... Жаль... 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 Движение... Сидите оправой... Чистость... Я думаю, что нам нужно его... Окей... Для чего ты сдаёшь тело в аренду? Сарагатая материнца. Для какой-то богатой бабы. Хорошая. Сара, пожалуйста, только не говори, что это Джейн Сальма. Я нашёл её дело. Успокойся, я её проверила. Узнала про неё всего. Её уже обвиняли в таком, но они могли ничего доказать, даже с кучей улик. Я сама ей предложила. У неё были бабки, у меня подходящее тело. Плюс я могла её прикрыть, поэтому я знаю, что она мне подозрена. Ладно, я поверю тебе. По крайней мере, постараюсь. Весьма признательна. Итак, значит, ты сдала своё тело в аренду. Откуда у тебя эта оболочка, та, что сейчас? Сальма сказала, что это тело списали. Да, обязательно. Нет. Списанное тело. Но, что я видел из-за маленького, они должны были поставить кого-то в воду. Нет, нет, нет. Кто-то купил новое тело, а это никому не нужно. Нет, нет. Нет. Это не так. Ты точно знаешь, что делаешь? Ты должна до конца осознать, по что ввязалась. Джеймс, мне снятся кошмары. Каждую, блин, ночь. Мне снится она. Добро пожаловать в клуб. И каждое утро я просыпаюсь, а Тейлор нет. И я не могу об этом забыть. Что если она заперта там, в бесконечном кошмаре? Это твои кошмары, а не ее. Ты проецируешь свои страхи туда, где страхов не существует, и ты должна с ними справиться. Джеймс, я должна ее спасти. Черт! Ты понимаешь? Я не знаю, я спешил это. Молодцы, что ты готов? И если ты это сделаешь, но мы работаем в лента съемки. И если ты делаешь это, то именно если ты любишь за это, то, что ты любишь этот режим? Поехали! Убейте! Спасибо за отк traversом! Забинтовай палец. Я справлюсь. Сэра, нам надо начать расследование. Вот. Не так быстро. Еще один вопрос. Простой. Да. Не хочешь сказать, почему ты сюда ворвался, как сумасшедший? Я же сказал, я думал, ты в опасность. С чего вдруг? Что-то случилось, когда порвала связь? Можешь включить ту доску? Нет. Туда давай по старинке. Я пока подведу для тебя итоги по красной комнате. Красной комнате? Фрагмент мать его истории. Лучше приготовься. Уверить не могу. Все эти доказательства. Ты с самого начала был прав. Правда? И это тебя больше всего удивляет? Я не это мил. Но совсем с самого начала стоял убийца. Он завладел телом Грина? Сильное заявление. Давай постепенно разбираться. Сейчас? Ты именно сейчас решил включить? Я просто хочу разознать, что по полочкам. Ладно. С чего начнем? Джеймс, мне удалось достать то, что было в сейфе Грина. Там были записи его тестов на синхронизацию кучи лишних бумаг. Довольно своеобразие. Я надеюсь, это было право. Верите мне, так и я. Но просто нет никаких доказательств для этого. Я надеюсь, это было право. Это было право. Эти люди должны контролировать Грина? Серьезно? Может быть, они были мастер-майдами. Я никогда не знаю. Если кто-то контролирует Грина, то Ковалев не будет уничтожить. И уничтожить. Поехали. Это показатель, что кто-то контролирует его? И Ковалев? Ты прав. Я надеюсь, что даты и символы связаны с окончательной смертью. Как ты справишься с этим синхроном? А как ты с ним справишься? Я не знаю, если я лучший пример. Время перестрелки к машине не было подключено дополнительное тело или хорит. Но Грина частенько баловался переносом, что на нем были с этим проблемы. Кулак. Ладно. Блин, к ней не планы. А что ж тогда? неясное вмешательство ведет себя так будто он не в себе машина усугубила его десинхронизация но он не использовал ее в ночь инцидента и если у нас основания полагаешься кто-то повлиял на его псих у нас нет доказательств того что они перенесли сознание во время инцидента на его поведение знаю это все очень подозрительно давай поставим картину шаг за шагом я выяснил что это план для следующих 100 лет не может сохранить то что у нас система не идеальна по крайней мере для них что нет по крайней мере каждый прогноз заканчивался катастрофой так ладно и у нас суть интриги какой элемент загорался за дело грина с боней на и кая они погребли денег денег у них и так навалом должна быть другая причина больше чем налоги четверка планировала вести дополнительный налог и прикрыть собственные задницы и давай большие шишки теле звезды апс не то сорян я не думаю грин и правда так бизнес но думает и ты ему надо видишь но как блюдо не просто знаком с коррупцией и властью ладно кто бы за ним не стоял сам грин или кто-то другой кто дергает за ниточки почему грин должен был умереть я же к минимуму две нет три причины осторожно ларис все эти же госпожа сейчас их набросаю необходимо себя почему грин должен был умереть урок слоя каста как я уже сказал у меня есть три минимум три года дамы похоже смен грин и запланировали довольно давно но зачем все это бирс а процентов на трезь давай тогда час лазерские дома и не слой и не ступи на расходу на нити не услуги хочу учесть все варианты же ладно а что у меня а блин тут нового Какая-то фигня. Смена караула. Неужели? Неужели? Смена караула. Правда. Ты не можешь просто взять кого-то на улицу для этого. Тень какая-то есть. Совершить анализ. Как долго они все это планировали? Понятия не имея, но нам нужно выяснить, кто дергает за ниточки. И ты? Почему ты стал полицейским? Я всегда любил загадочные преступления. Так что, ну да, кто же их не любит? И все? Ну, пожалуй, идеалы у меня тоже были. Я верил в правосудию и прочую ерунду. Но больше не веришь. Да брось. Ребенок, кто задает такие вопросы? Особенно после всего дерьма, которое мы видели. Давай подведем итоги. Если честно, я вижу два возможных варианта. Либо то, что мы видим, это лишь малая часть плана того, кто всегда на два шага впереди нас. Либо Ковалев помог Грину существовать его план. Как ты это поняла? Черт, не знаю. У него есть доступ к передовым технологиям. Ему было связаться с тобой в красной комнате. Он знал, что произошло. Как будто он залез в голову Грину сначала. Я думал, что он просто покончил с собой, но теперь начинаю сомневаться. Прости, у меня много мыслей. Что ты думаешь? Кто за этим всем стоит? Убийца или Грин? Чем важнее, чем меньше уверенность. Если тебя утешит, то... Он убийца. Иначе смерть Грина не имел пустыню. Наверное, он долго влиял на Грина, пока наконец не заставил перестелить остальных отвращенцев. Черт, тоски влиятельные отвращенства. Он еще и на Икарию урожай собрал. Как будто он хочет произвести город, строить хаос. И где у него следующая остановка? Блюдок не останавливает следов. Не за что зацепиться. Почему мы о нем раньше не слышали? Он же профиль. Как-никак. На первых жертвах преступники еще учатся. Оставляет больше следов. Я проверю дела с похожими отравлениями за последние годы. Я думаю, что у меня есть что-то. Две недели. Нет. Ошиблась. Проехали. Сэра? Отмотай. Не, ты не можешь вмереться в собственное дело. Или реконструировать. Ты не сможешь объяснить. Ты не сможешь защитить себя. Я единственный, кто сможет. Ох, черт спаситель мира. Можешь забыть об этом? Хотя бы раз. Ты знаешь ответ. Черт, ты. Погоди. Я должен... Что это? Новый наушник. Я думаю, что этот будет посложнее следить. Да. Сипки. Черт. Черт. Рей, что? Эээ... чё-о-о-о-о-о-о. Там, дорогой, ой! Там! Там! Там, здесь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok